Все зависит от конкретного бара, от формата заведения. В каких-то заведениях это категорически недопустимо, в каких-то это разрешается. Лед это важнейший ингредиент в коктейлях. Чем больше напитки льда, тем дольше напиток остается таким, какой он был задуман. Больше ингредиентов точно не означает, что коктейль лучше или вкуснее, скорее сложнее для понимания и для приготовления. Этанол так или иначе доберется до вашего организма, просто контролируйте количество выпитого и не забывайте пить воду. В современной России бар леди самая, наверное, распространенная. Я думаю, это Рамос Джин Фиск, для его приготовления требуется 7 минут, поэтому будьте осторожны, заказывая такой напиток в пятницу вечером в заполненном баре. Углекислый газ, содержащийся в игристых винах, способствует более быстрому всасыванию алкоголя в кровь. То же самое касается, кстати, сахара, поэтому будьте осторожны со сладкими и полусладкими игристыми винами и с коктейлями со сладкими газировками. Бармен должен быть хорошим барменом. В том числе бармен должен обладать высокими коммуникативными навыками. Но если вам нужен психолог, лучше идите к психологу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова